А сейчас мы снова возвращаемся к теме покушения на жизнь Геннадия Кернеса. И нам удалось связаться по скайпу с одним из кандидатов в президенты Украины Олегом Царевым. Олег Анатольевич, здравствуйте. Как вы думаете, кто стоит за этим преступлением? Алло. Здравствуйте, Олег Анатольевич. Мои мнения. Да, слышу. Кто за этим преступлением стоит, как вы считаете? Ну, ситуация в стране. У таких политиков, как у Геннадия, получили свои проблемы. Он, связанный с тем, от поддержки Харьковчан, поддерживая действующую киевскую власть. Потерял поддержку у своих. Но, тем не менее, правый сектор, боевики, помня его прошлое заявление, никогда не считали его своим. И высказывали по отношению к нему всяческую агрессию. И вот он сегодня попал под пули. Я хочу напомнить, что вчера под битой молодчиков попало большое количество харьковчан. Но вот эта вот ситуация в стране, когда такое количество оружия, когда милиция не вмешивается, когда фактически не происходит разоружение боевиков, вместо этого их пытаются легализовать во всевозможные подразделения, она приводит к тому, что страдают не только граждане страны, обычные горожане. Но вот попал под выстрелы и мэр города Харькова. Я связывался с бойцами сопротивления Харькова. Харьковскими партизанами или самооборона Харькова. Они говорят о том, что они не покушались на мэра Харькова. И у них были к нему много вопросов, но они никогда бы не стали стрелять в него. Олег Григорьевич, а известно ли вам, какая охрана была у Кернеса? Насколько серьезно его защищали вообще? Ну, мы с ним достаточно часто пересекались раньше. Мы основывали украинский фронт. К сожалению, он потом поменял свою позицию. И украинский фронт не получил своего развития. Ну, и вот когда мы с ним общались, у него всегда была очень большая охрана. Я в тот момент времени вообще ходил без охраны. У него была очень большая охрана. У него были определенные проблемы, связанные с тем, что когда-то, когда делился бизнес Евгения Кушнарева, после его смерти, было большое количество людей, которые, в общем-то, подобрали осколки его финансовой империи. И вот кто-то из них сейчас, из тех людей, которые входили в его ближайший круг окружения, сотрудничают с действующей власти и даже являются лицами этой власти. Кто-то занимается только бизнесом. Геннадий, вот он был мэром города. Между ними совсем сложные очень отношения. Сообщается, что сложные отношения у него были и с исполняющим сейчас обязанности министра внутренних дел с Арсеном Аваковым. С ним они еще не поговорили. Арсен тоже был в ближайшем окружении Евгения Кушнарева. Я и его в том числе имею в виду, но не только с ним. Хорошо, спасибо вам большое, Олег Анатольевич. Напомню, это был кандидат в президенты Украины Олег Царев.